У меня сейчас такой, словно, переломный этап, что ли. То есть я в основном очень много через маркетинг, то есть через таргетированную, контекстную рекламу занималась. Сейчас мне как-то хочется какой-то переход в состояние перейти. Я тогда ещё посты писала на эту тему. На что важно обратить внимание, чтобы повысить свой доход, например, выйти на первый уровень? Или как, я не помню, были градации, например, до 150. На что стоит акцентировать своё внимание? То есть на действия, или на состояние, или на что-то. Я помню, как-то вы говорили, но вот именно на что? У меня сейчас как будто такой хаос в голове появился. Хороший вопрос, на самом деле, как переходить с уровня на уровень. Алгоритм достаточно простой. Он описывается в исторических книгах, он описывается в психологии, он описывается в технологиях. Вот три вещи, наверное, основные, которые надо понять. Эзотерику я сейчас тоже активно изучаю и сделаю из неё технологии. У меня такая тема была. Короче, я уже прочитал пару книг, переслушиваю ещё раз некоторые вещи. Везде закономерности. Они даже объясняются. То есть не обязательно в неё верить, например, я не сильно верю, но я понимаю, как это работает, и тупо не использовать. Объясню. Что говорит эзотерика? Она говорит об одной крутой вещи, которая не доказана, кстати, ну никак, но и не опровергнута. О том, что реальность, она не существует, она у каждого у нас своя. Вот ты как хочешь, у нас сколько хочешь вообще реальности, вот для тебя она твоя, которая твой мозг её генерит. И вот тебе мир показывает за таким, как ты хочешь. Вот для меня другая, для третьего другая. А так, в принципе, никаких отличий нет. То есть просто кто-то генерит такой мир, а кто-то такой, другой. Вот. Это вот первая такая, как бы, аксиома, на которой всё строится. Вторая аксиома, если это аксиома, да, то что мы, исходя из этого, делаем? Мы понимаем, что мы можем выбирать ту реальность, которую мы хотим. Соответственно, возможность выбора и осознание того, что ты всё, и всё едино, и всё вокруг тебя, и от тебя только зависит, и ты выбираешь ту реальность, которую ты хочешь, твоя задача выбрать. Потому что многие люди на этой стадии, они рубятся, они не выбирают. То есть почему? Потому что предыдущий жизненный опыт говорит, что это невозможно. Поэтому, когда мы говорим, ну, типа, что ты хочешь? Хочешь миллиардную компанию? Ну, выбери это. Хочешь 150 тысяч рублей? Выбери это. Хочешь 300? Выбери. Хочешь 500? Выбери. То есть ты должна, ну, тоже должна. Если ты этого хочешь, надо не хотеть, даже вот, это недостаток. Это вот ещё такой постулат, да, третий, что когда ты хочешь, у тебя никогда не будет. А нужно желать и видеть. То есть желание – это энергия, и вообще ты направляешься, что я себя вижу. То есть самое ключевое здесь вот что. Я есть только. Почему мы делаем позиционирование? Я есть такой человек, который… И дальше ты рисуешь, как ты себя видишь. Как ты себя видишь в идеальной ситуации без вообще всего. Как бы ты была счастлива? Когда кто ты есть, что ты делаешь, что ты не делаешь, как ты хочешь, какие будут люди вокруг, какие будут предметы вокруг, как ты будешь, сколько зарабатывать, на что это будет тратиться, каким способом ты это будешь делать. То есть ты прямо себе визуализируешь эту всю историю в плане видения. Это вот следующий этап. Это вот всё, что касается эзотерики. Это важная вещь. Ну, неважно, это эзотерика нет. Важно, что так мозг наш работает. Неважно, как это на самом деле. Важно, что это принцип для того, чтобы разрешить себе желать. И когда ты понимаешь, что у тебя нету недостатков никаких, у тебя есть просто незакрытые вещи у себя. То есть я сейчас не миллиардер. Почему? Потому что либо я этого не хочу, не выбираю. Ну, просто не всем это надо. И вообще нельзя миллиард желать. То есть нету пользы и продукт на миллиард. То есть я выбираю другое. Я выбираю пользу на определенную сумму и дальше наслаждение жизни, например, или что-то. То есть каждый выбирает себе обстоятельства свое. Отношения можно. Можно там развитие, еще что-то. Каждый выбирает, вот, кем он является. И не обязательно не всем нужны миллиарды. Кому-то достаточно, там, 150 тысяч, и он будет счастлив. Главное – это выбрать осознанно. Вот, и когда ты выбираешь эту историю, эзотерика заканчивается. Дальше у тебя, ну, вернее, все эзотерические книги на этом заканчиваются. Они говорят, поверь в себя, и все будет хорошо. А что делать, возникает вопрос. Вот, и теперь что делать? Теперь нужно следующую часть включать. Когда ты понял себя, кто ты есть и что ты хочешь, следующая часть – это психология. Психология – это важный элемент, потому что он дает возможность понять, как ты можешь транслировать то, что у тебя из эзотерика и истинного я, на других людей, чтобы они понимали тебя. То есть психология – это то, как люди мыслят. Это маркетинг в том числе, это принятие решений, это право влиять, это то, как ты выглядишь в глазах других людей, и разрешение себе выглядит в глазах других людей так, как ты хочешь или как ты видишь, как ты себя почувствовал в эзотерике, увидел это, то есть поставил намерение. Поэтому мы начинаем с позиционирования, да, кто ты, кто ты, кто я, кто клиент, какой результат, каким способом. И вот это все и есть, ну, как бы основная часть. И дальше уже это инструменты, потому что все остальное – это комбинация, которую ты хочешь создать. Создаешь либо самостоятельность, у тебя навыков не хватает, ты не переживаешь, говоришь, окей, у меня объективно не хватает навыков, там, каких, копирайтинга. Что такое копирайтинг? Это навык, который можно тупо изучить за месяц. Прям активная работа. Можно быстрее, если ты достаточно умный, сообразительный есть навык, там, второе – стори тейлинг, там, какой-нибудь, тоже копирайтинг, третий – там, снимать видео, четвертое – команда образования, пятое – навык продаж, ну, и так далее, да, то есть навыки – это, ну, ничто, это ты, как бы, просто себе пазл собираешь, который ты хочешь. Либо не выбираешь собирать, берешь себе партнера, кто это делает. Вот, и ты ищешь себе вот эту комбинацию. И вот ключевое во всем этом, самое-самое ключевое – это первая часть – позволить себе выбрать, что ты хочешь. Все остальное – это дело техники вообще. Хочешь с помощью маркетинговых инструментов, пожалуйста, хочешь через, там, состояние мышления, да никто не ограничивает, без разницы. Но эти все три составляющие должны быть. Когда ты ведешь человека к результату, у тебя и первая часть – поверь в себя, да, и психология, там, мотивация и все остальное. То есть, если он в себя верит, не возникает вопроса с мотивацией, с действием, с всем остальным. Часто люди не верят. Вот эти все три вещи в гармонии. Первая вещь – это, типа, эзотерики, там, пойми себя либо копание в себе, в человеке, чтобы он осознал. Вторая часть – это уже, ну, психология, как там убрать всякие внутренние, там, ограничения, блоки, которые накопились за жизнь. И третья – это тупо инструменты. Вот я про инструменты. Я очень хорошо понимаю вот эту часть, вторую. У меня просто есть, ну, как бы, курс по этой теме. Первую часть я тоже буду эзотерику хорошо понимать, и тоже там будет курс по этой теме. И вот я хочу воспитывать наставника, который имеет все три части. Я не хочу сам делать, потому что делать с человеком конкретно все эти три вещи – это процесс. Ну, сейчас я это делаю. Но не хочу это делать, потому что моя задача, мое предназначение – создавать систему. Я это понял. Я создаю систему, передаю систему, и другие люди по этой системе спокойненько ведут людей. Вот у меня так. Соответственно, тебе тоже, ну, если ты хочешь на следующий уровень, все эти три вещи нужно пройти, потом еще раз пройти, а потом еще раз пройти. А можно один раз пройти по эзотерике, но потом через какое-то время ты, может быть, ощутишь себя другим человеком. Это путь такой, трансформации человека постоянной. Вот. Итак, мы идем с уровня на уровне. Ноль, когда вообще ничего не понимаем, что хотим. Пятьдесят, когда начали что-то получаться, мы довольны, но хотим дальше. Сто пятьдесят, триста, пятьсот, миллион, три, пятьдесят, миллиард – нет ограничений. То есть ты останавливаешься там, где ты хочешь остановиться. Вот примерно так. Это понятно, что звучит немножко тупо и запутанно. Может быть, ты хотела сказать, что тебе надо трафик запустить. Вот. Но это уже другой уровень. Это уровень наставника, который тебе скажет, что конкретно тебе делать. Я тебе и всем остальным, в общем, сказал, как я вижу. Ну, в целом, я для себя получила важные вот инсайты, что, например, это не недостаток, а именно то, что нужно вот нарабатывать себе. Ну, то есть очень классные вот такие вот моменты. Если хочешь нарабатывать, это необязательно. Ты должна сама понять, хочешь ли ты быть человеком, у которого наработан навык какой-то вот этот, или не хочешь. Дело в том, что ты можешь делать деньги любым способом вообще. Ну, не то, что такое делать деньги. Это помогать другим людям. Любым способом. Хочешь с навыком – хочешь без навыка. Это необязательно. И если ты выбираешь навыкам, это не обязаловка, что он у тебя должен быть. Ты говоришь, мне так комфортно, я хочу научиться то-то и то-то. Я себя чувствую человеком, который это умеет делать, тогда ты учишь. Если чувствуешь, что ты не хочешь таким человеком себя ассоциировать, то не делаешь. И это тоже окей. Просто находишь ту комбинацию, которая с тобой. Хочешь вести людей до денег? Видишь до денег. Не хочешь вести до денег? Веди до отношений. И через это каким-то образом у тебя все равно будет. То есть в чем еще суть этих эзотерических книг? Они тебе говорят, и почему там дальше стратегии нет? Они говорят, ты начни думать, твой мозг так устроен, что ты начинаешь как ты хочешь. Все остальные обстоятельства, они срастутся. Но не потому, что так вот вселенная дала. Хотя, может быть, и поэтому. Мы не знаем. А кажется, потому что ты начинаешь обращать внимание, замечать те места, те вещи, которые ты раньше не обращаешь внимания и которые решают эту задачу. Не важно, это вселенная помогает или мозг так работает. Абсолютно все равно. Главный результат. Он будет. Еще, чтобы это усилить, есть инструменты. Ну, то есть вот система 7 на 7, там 7 навыков. Там тупо я даю весь инструментарий всего. Когда ты понял, что надо, теперь тупо берешь ячейки, что-то нужно и комбинируешь. Вот то, что я вам даю, кстати. Хочешь через марафон, хочешь через трафик, хочешь через рилсы, хочешь через все. Ну, то есть без разницы. Большое спасибо. Пожалуйста. Ну, я так вижу, не претендую на истинную констанцию. То, как я сейчас на данный момент понял, то, что проанализировал, что у меня работает и то, что ведет к результату. Ну, есть не нулевая вероятность, что так оно все есть. Неважно, во что ты веришь. Потом вот у меня сейчас такой момент, что по-старому я уже как-то не хочу. Вот именно какой-то напряг ощущается. Но я понимаю, что я могу выбрать то, как именно я хочу. А как именно я хочу, как будто какие-то вот страхи. А вдруг так не получится. Да. В этом и есть суть. То есть ты должна выбрать без страхов. Представь, что страхов нет. И вот на это нужно чаще всего наставник или коуч. Вот для чего нужны люди. Ты не можешь себе написать, кто я, кем я себя ощущаю, потому что ты себя не ощущаешь из-за того, что у тебя накоплены опыты страхи. Твой мозг не пускает тебя, он будет расширение. И вот на это нужен человек извне, который скажет, вообще не парься, ты хочешь это? Да, так сделай. Вот в чем смысл. А как бы со стороны человека, который это не понимает, звучит, как какая-то вода. Но это есть ключевой вообще смысл. И вот нужно найти того или с кем-то поговорить, кто тебе скажет. Ну, вообще это можно. Выйти со 50 до 150, да это за день можно, ну, больше просто за секунду можешь делать. Дальше. У тебя нет услуги или продукта на 150? Не беда. Услуга или продукта на 150 – это помочь трем людям заработать 50. Как помочь трем людям заработать 50? С помощью твоих навыков. И все. То есть у тебя же есть какой-то навык. Как ты как хочешь? Вот. Можешь людям заработать, помочь 50 тысяч рублей в месяц? Ну, конечно, да. Просто даже передав им какую-нибудь распаковку можно взять даже вот, ну, не знаю, любую. И все. И передать им. Это возможно. Все. У тебя уже 150 прямо сейчас. Это инструментарий я тебе дал. То есть, видишь, инструментарий за три секунды делается. Но я не знаю, хочешь ты этого или нет. Я к тому, что можно придумать комбинацию для любого человека на любую сумму. Но надо, чтобы человек захотел и понял, да, я оттуда хочу. И тогда задал вопрос. А как мне, исходя из таких-то параметров, что я хочу, я что не хочу, сделать результат? Если ты с таким вопросом приходишь, качественным задаешь, я тебе за три секунды выдаю, как машина, которая тупо выдает ответ. Потому что это комбинаторика. Это уже таблица умножения. 5 на 5. 25. Вот ты должна сказать, что 5 и 5, понимаешь? А ты не говоришь, что не задаешь условия. И вот задать условия за тебя я не могу. И коуч не может, и наставник не может. Только ты можешь задать. А не задаешь условия, потому что страхи и все остальное. Вот такая вот штука. Красно. Благодарю. Да. Поэтому задавайте условия и не стесняйтесь задавать, как к ним прийти. Все обо и то же. Посмотри вглубь себя. Без страхов, без сомнений, без переживаний. Пойми, что тебе нравилось с детства, какие навыки, что тебя прям зажигает. И из этого сделай бизнес. Из этого сделай. Найди способ, как это проявить. И вот это вот последнее, найди способ, как это проявить. Это бизнес-инструменты. Психология – это убрать страхи. А найти себя – это взглянуть вглубь себя. Кто-то использует наркотики, кто-то использует уязвку, кто-то использует медитация. Ну, можешь просто ничего не использовать. Я вот думаю, что зачем мне что-то использовать. Ну, как бы я и так могу посмотреть. Ну, если я могу, значит, я могу. И в книгах тоже, кстати, пишется. Тебе не обязательно даже и наставник. Кто-то может и сам. А кто-то кому-то нужен наставник, кому-то что-то еще. По каждому свое. Вот эти вот три простые вещи. Посмотри вглубь себя, убери страхи и действуй по навыкам. Все. Вот супер простая схема. Вот да, хочу ее. Ну, вот я вот недавно и понял, что стал эзотерику изучать. Как тогда психологию. В эзотерике-то нет на самом деле эзотерики. Там все очень, как бы, достаточно логично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.